Всем привет, друзья! В первую очередь с прошедшими и предстоящими праздниками поздравляем! Расскажу про комментарии, потому что кто-то может подумать, что отключаем мы сами. YouTube отключал на последнее видео комментарии, мы пытались подключить, потом они обратно отключаются. Не знаю, сейчас, которые видео будем далее выкладывать, будут у нас комментарии или нет. Конечно же, меня это очень сильно огорчает. Если не получится, сразу же тут под видео общаться с вами, потому что мне нравится общение с нашими зрителями. У нас в основном все к нам положительно относятся, кто нас смотрит, и очень много дают на абсолютно разные темы полезные советы. Чем-то делюсь я, и в ответ тоже очень много полезной информации получаю. Какие-то жизненные истории люди рассказывают, поэтому мне очень важно общение. Если вдруг комментарии все-таки не подключат, я оставляю ссылку на наш телеграм-канал. Можете тут же переходить и делиться мнением о видео. Там в телеграм, и там, кстати, почаще мы бываем, я кружочки записываю, то есть в онлайн формате. Где-то тут же могу и ответить сразу же. Плюс стараюсь всегда оставлять ссылку на наш магазин ВКонтакте. Еще немного медовой продукции есть. Если вдруг кто-то уже съел, новый урожай еще не скоро, можете заказать. Получается, ссылку на наш магазин оставлю. Писать лучше в личку. Личку ВКонтакте и электронную почту. На электронную почту я чуть попозже отвечаю. На улице у нас стало более-менее тепло. И, конечно, работы поприбавилось. Погода переменчивая. Сегодня вот ветрено. То дождь, то снег. Бывает жара прям 20 градусов. Не знаю, что будет завтра. Сильно не распланируешь день. Но где-то уже успеваем делать. У Саши все у нас началась страда. Пашет поля. Ну, а мы по дому. Дети едят гусиный лук. Тут уже шветочки выросли сладенькие. И тут муравей. Валя, ты почему в Ваниной шапке? Вот он, гусиный лук. Кстати, очень полезная травка. Сейчас самое время витаминизироваться. Вся молоденькая поросль. Крапива, гусиный лук. Сныть скоро пойдет. Но она уже должна быть где-то. У нас в ограде пока еще нет, но позже. А в лесу уже должна она молоденькая вылазить. Все это надо кушать. Можно зеленые коктейли. То есть немного травки съедобной набирать. И можно банан добавить или апельсинчик. Немного воды и в блендере сделать. Так пить. Сильный ветер. Не знаю, как будет слышно. Прибрали тут перед домом траву сухую. Какой-то мусор. Высаживать вазовные цветы еще рано. Это к концу мая, наверное, только. Вот это строение очень хочется доработать. Привезли доски с Сашей. Надо будет делать потолок-пол. Ну, то есть будет лесенка. И там сверху заборчик. Что-то типа домика, может быть, сделаем. Или просто палатку поставим. И хотелось бы, конечно, горку. А по три стены. Здесь просто как бы можно было бы оставить вход. Три стены я хотела сделать досками. Как бы елочкой. Может быть, даже какие-то старые. Обработать. Покрасить. Ну, то есть обстрогать. Чтобы посвежее не были. И покрасить пропиткой. И сделать стены. А посередине окна. Чтобы это было светло. И дождь, снег туда не попадал. Вниз я планировала мелкую шибенку. Я заказала через Озон Агро решетку. То есть ее надо будет растягивать. Там как соты они. И мелкую-мелкую щибенку засыпать. Плинтус. Вот такой я заказала плинтус. И планов, конечно, много. Не знаю, насколько все это получится. Хочется как-то сделать уютно. Песочницу мы хотели перенести старую. Но она уже вся испортилась. Саша такую на скорую руку сделал. Брутальную. Тоже взяла пропитку. Посмотрю, насколько она возьмет это дерево. И чтобы хотя бы приличнее смотрелось. Вот так сделали крышку, чтобы коты туда не ходили. Здесь игрушки дети достают, играют. Вообще, первостепенно у нас, конечно же, забор. Вот этот мы меняли. Но мне надо здесь глухой. Потому что у нас тут прям рядом магазин. И летом хочется и в купальниках походить. И мне прям очень сильно напрягало, когда я валюшку кормила. Еще кресла даже не было. Кто-то тут присаживалась на лавочку какую-то. И покормить даже где-то на улице. И вот все идут, заглядывают. Ну, в общем, хочется уединиться, так скажем, от внешнего мира. Поэтому в любом случае даже и вот этот еще, в принципе, он неплохой забор. Я тут заделывала материалом нетканным. Этот штакетник можно будет куда-то назад и перенести. А здесь делать глухой. Здесь и тут по бокам. Тут прям совсем большая печаль. Саша еще по эту сторону с отцом начали расчищать, ровнять место для гаража. Ну, он как не теплый гараж, а просто, так скажем, навес для гаража. То есть будет крыша, стены, но без утепления пока. Планов, как всегда, громадьем. Тут у нас батут пока в уголке стоит. Саша отремонтировал. Ножка какая-то из... Ну, вот эта, по-моему, да, она заварена. Просто подламывалась. Он у нас уже давно. И лянки он начал натягивать в этом году. Некоторые лянки уже начали портиться, рваться просто от времени. Потому что он уже постоянно на солнце. И здесь... Три штучки я, по-моему, приделывала. О, еще здесь пооторвалось. Угу, это уже вот они прыгали. Так, и крепежей нет. Прекрасно. Вот, вот уже. Еще, в общем, мне надо сидеть и все это дело зашивать. Угу, и крепежи уже куда-то подевали. Ой-ой-ой, детки. И молчат, главное. Да. Сложная работа мне предстоит. Очень долго я зашивала вот это все дело. Мы привезли доски. Тут еще не разгрузили прицеп. И здесь. В планах еще сделать подиум для бассейна. Кверх ногами поставили. Заказали такой бассейн в этом году. У нас всегда был размера 305 на 76. Этот я решила заказать побольше, пошире. Он 360. Высота также 76, по-моему. И в наборе шел еще насос. Я оставлю ссылку. Не знаю, сейчас именно такое есть в продаже или нет. Ну, посмотрю. Может быть, какие-то есть подобные. Я так посчитала, слишком глубокий нам и не нужен. Такой глубины достаточно. А так как где так много, лучше я закажу пошире немного. Ну, такой размер, в принципе, самый оптимальный. Мы даже сами купаемся с удовольствием. И на днях забрали купол для бассейна. По-моему, было всего три коробки. За доставку недорого вышло. Получается, это сам купол. Ну, то есть пленка. Я не знаю, не помню, как материал называется. Потом, когда разбирать будем все, все подробно расскажу. Это крепление, там слышу что-то металлическое. И это сами дуги. Зашла домой. На улицу очень сильный ветер, поэтому, думаю, ничего не будет слышно. Про купол для бассейна. У нас не такое длинное лето, плюс холодные ночи. И очень часто так бывает, что днем довольно-таки жарко. Можно было бы покупаться, но за ночь вода очень сильно остывает и не успевает нагреться. У меня были разные мысли. Я смотрела, делают бассейн в теплице. Но это довольно-таки дорого. Плюс, мне кажется, если слишком жарко, то там будет некомфортно купаться. То есть ты же не можешь, но откроешься дверь в теплице. Мне кажется, все равно будет жарко. Но в первую очередь это стоимость. Теплицы сейчас очень дорогие. Потом была мысль сделать самим что-то типа павильона, то есть из подручных материалов, допустим, деревянный каркас. И я думала, может быть, заказать пленку светлица. Она довольно-таки долго служит. И сделать вот что-то самим придумать. Но это тоже не дешево, потому что пленка сама по себе довольно-таки дорого стоит. Плюс, как мы сделаем это сами? Это будет некрасиво. Это время, чтобы это все соорудить. И крыша зимой. То есть как это вообще все организовать, потому что будет падать снег, чтобы зиму эта конструкция еще и простояла. Это тоже получается у нас не вариант. И вот я потом нашла этот купол. И мне показалось это самым оптимальным вариантом. Потому что, ну, во-первых, если мы еще сделаем подиум, то есть бассейн будет не на земле, еще если, ну, что-то типа технониколь, в общем, утеплитель сделать на дно бассейна и сверху купол, то, во-первых, и вода будет сохраняться, теплая. И в теплую ветреную погоду можно, то есть купол, залезть в бассейн, купаться с закрытым куполом. Если совсем жарко, очень легко его будет открыть. Конструкция собирается быстро, то есть это не нужно столько времени, сколько, чтобы там сделать павильон или собрать теплицу. Ну и по стоимости, в сравнении с теплицей, это намного будет дешевле. Поэтому мне показалось, что купол очень хороший вариант. Я смотрела пользователей уже, кто по два года использует этот купол. Хорошо он сохраняется. Поэтому я надеюсь, он нам долго прослужит. Будем все подробно показывать про этот купол. Я ссылочки оставлю, потому что у многих уже купальный сезон уже открыт. Это у нас сейчас еще есть время сделать подиум, собрать бассейн, все установить, подготовить. Еще пока купаться у нас никак. У нас еще даже цветы на улице высаживает рано. Но, тем не менее, мы заранее подготовимся, и уже детки будут наслаждаться теплыми днями. Так, что тут у нас? Ремонт прицепа. Лопнули. Вот эти вот бруски, квадратики, профтруба. Заварил как смог. Сейчас еще надо подшипник на колесе поменять. И пропала иллюминация на прицепе. Заново надо подключать. Так, что у нас? Проводку подшаманил. Подшипник поменял. Еще один на замену просится. Сейчас поедем грузить. Валя, ты хочешь в каретах накатить? Почти выехали, но немного застряли. Валя на сиденье, наверное, хочет встать, Ваня не дает. Там папа не по той дороге поехал. Все. Три ковшечка кинули. Зацепляемся и штурмуем. Всем привет. Мы поехали в город. Сейчас были в районном центре по землям. Саша, пока тебя поймала, ты уже который раз ремонтируешь прицеп. Расскажи о своих впечатлениях. Жалеешь, не жалеешь. Может быть, купил бы другой. Сыроват. Что? Сыроват. Сыроват? В каком плане? Металл слабый. Подшипники слабые. Проводка сгнившая. За год. Ну вот вернуться назад ты бы его покупал или что-то другое взял? Да, может, поближе бы к день. В общем, стоимость на него должна быть ниже, да? Не, ну как бы мы и так самый дешевый взяли, может быть, из-за этого. Мы за сколько брали? 128, по-моему. Размер у него? Ну, 350 на метр 70. В общем, если хотим качественнее, надо брать дороже, наверное, да? Все-таки. Ну, у нас и так. Можно было сказать им, из какого металла делать, какие подшипники ставить, а тогда, возможно, просто они бы сделали дороже. Ну, мы уже теперь пользуемся тем, что есть. Да, работаем. Зашли в светофор. У нас вот так обычно полная тележка. Там всякие краски, пропитки, какие-то сладости детям. Так, папа у нас спит. Надо будить. Да, мы пошли в зоомир выбирать. Катя, папишонка, сними. Выбирать, Катя, крысу. Вторую. Валя, будешь крыс смотреть? Вчера приехали из города, продукты я разобрала сразу, а в Фикс Прайс оставила пакет. Купила Вале шлюпки. Прошлогодние уже маленькие совсем. Я прям самые-самые масенькие тогда брала их по ножке. Но вот эти, мне кажется, большие. Еще не мерила. Посмотрим. Катя выбрала шпажки для фруктов на день рождения. Потом шарики такие. И набор на подставки с шариками. Серебристые. секатор. Я не знаю, сколько я их уже покупала. Ну, так, для каких-то кубник там обрезать, что-то такое. Они у меня то ломаются, то куда-то теряются. Даша просила гуашь. Почва брикет для петунии пересаживать. Купила гантели для занятий. У меня есть, но они такие объемные и легкие. Там внутри соль. А эти по килограмму. Прям тяжеленькие. Там были утяжелители для ног. Ну, не стала уже тратиться. Гантели не дешевые, по-моему, 250 рублей. Ну, как бы, относительно не дешевые. В спортивных магазинах, наверное, они дороже. Потом маску. В кондиционер. Хотела средства для снятия макияжа с глаз. И не нашла. Посмотрю, как будет работать мицеллярная вода. И взяла шампунь. Так, и для всей семьи на пробу. Сейчас Саша пленку на окна заказал тонирующую. У нас зал на солнечной стороне. Несмотря на то, что жалюзи и шторы, блок-аут. Решил он еще взять пленку, чтобы так сильно дом не нагревался. И еще в светофоре взяла такие цветочки. Почему у меня до сих пор нет многолетних цветов? У меня были тюльпаны, были пионы, были нарциссы. Так как у нас забор уже очень старый, а свиньи гуляют просто толпами по деревне. Соответственно, любая щель, они туда пролазают, ломают окончательно забор. И уже много раз было, что просто они залезают в ограду, выкапывают эти луковичные. Поэтому у меня уже руки опустились, и я жду не дождусь. надеюсь, в этом году у нас наконец-то будет нормальный забор. Сделаем. И вот, с надеждой на это все-таки взяла, беру потихонечку цветы, я взяла еще холодно было, два пиона разных цветов в светофоре тоже я взяла. не знаю, выживут или не выживут. Один там с корешками дал стрелку, другой как-то не видно, что он жив. Посмотрим. И тут тоже небольшой корешок посажу. И вот такие цветочки тоже посажу в клумбочку. Валя, пусть Мила смотрит. Пусть Мила смотрит, как крыски бегают. Бараню жуки поели землю, корешки, черное получается. ма-ма-ма, ма-ма, посмотри! Мила, отстань от крысы Даш, она лазила Как это и по мне Да, Даш Как тихо Мила, она тебе ничего не сделала Могла полазить по мне, Даша Почему все-таки взяли крыс И почему взяли две Одна у нас получается Даша Другая Катина Даша у нас давно просила кого-нибудь Из питомцев Очень сильно просила попугаев Но на попугаев я сказала, что никогда не соглашусь Потому что Но их надо отпускать Летать Они все грызут Они гадят по всему дому Они шумят От них мусора очень много От клетки перей, телеть От пыль И на птиц я сказала Точно не согласна На рыб тоже Потому что сложный уход За аквариумом И в итоге пришлось бы мне Самой И изначально я согласилась На маленького хомячка Посчитала, что Да, чем меньше хомяк Тем меньше запаха будет Думаю, ладно И вроде как Какой-то питомец у него будет А, потом про джунгариков Начала читать Люди пишут Что вылазят они из клеток Потому что они очень маленькие А клетку мы купили заранее Очень крупную Я прям в магазине так подумала Что лучше все-таки крысы Кстати, в детстве очень хотела крысу Но мама мне не разрешила Потому что она не могла их переносить Вот эти хвосты Но смотреть, если из всех грызунов Крысы самые умные С ними намного интереснее общаться Потому что крыса на человека ориентированно В отличие от хомяка Он там сам своей жизнью живет Поэтому все-таки решили крысу И в итоге начали изучать Нужно держать крыс хотя бы по двое Ну если не хотите потомства Либо два мальчика Либо две девочки хотя бы И мальчиков я не хотела У них яйца большие висят некрасиво Изначально получается Даши девочку взяли И Катя выбрала вторую Она выбрала серую Прямо вот как у нас дикие Вот эти крысы Саша говорит Зачем ездили покупать Можно было в перегоне где-то найти Точно такую же Но это декоративные крысы Они чистые Плюс мы их проглистогонили Капельки специальные покупали Поэтому так Живут они где-то Два-два с половиной года В среднем Ну там дальше уже считаются Долгожители Сколько я читала Изучала Читала Пользователи Уже по многу лет держат Новых покупают Когда эти умирают Ну посмотрим Девочки полностью Сами за ними ухаживают За клеткой Мы установили дежурство Неделю через неделю Каждый день Поддон убирать будут И раз в неделю Генеральную мытье полностью Все клетки Включая решетки Потому что на решетках Тоже может запах оставаться Мне самой нравится За ними наблюдать Интересные Животные У Милы Теперь появились подружки Вот еще Пару небольших Полосочек Заборонил Не знаю что Вырастет Не вырастет Прошлый год Здесь Эсперцет Сеяли Но Семена были Не очень Пока что Ничего не видно Посмотрим Прошлый год Прошлый год Прошлый год Продолжение следует... Продолжение следует...